Продолжается тема FIFA. Люди просят объяснить отставку Блаттера после переизбрания. Чем дальше проходит время, тем больше оснований полагать, что отставка Блаттера после избрания это домашняя заготовка глобального предиктора, но на которую купились Соединенные Штаты. А может быть не купились. Вот ведь о чем ситуация. То есть смотрите какая ситуация. Блаттера отставку сделали, но фактически избрание нового будет практически через год. То есть на ближайшую перспективу ничего не меняется. Но негативный осадок, что Соединенные Штаты давят, не считаясь ни с чем давят, он остается и он бужируется. И под этим прессом, когда Блаттер есть и Блаттера нет, управленческие структуры, как спортивные, как не спортивные, они всегда будут жить под напоминанием через спорт, что надо выстраивать систему управления, противостоящую Соединенным Штатам. И вот здесь вполне понятно заявление Госдепартамента Соединенных Штатов, когда они завопили о том, что мы к отставке Блаттера никакого отношения не имеем. Я не знаю, имеют Соединенные Штаты этого отношения к отставке Блаттера. Не имеют они отношения. В общем-то, я не высокого мнения об управленческих способностях элит страновых, тем более страновой элиты Соединенных Штатов. Почему? Страновые элиты Соединенных Штатов – это самая недееспособная элита мира. Как кому не покажется странным. И объясняется это достаточно очень просто. Дело в том, что в результате проведения глобальной политики, глобальным предиктором, глобальные элиты в каждых странах обеспечивали движение управления в определенную сторону, но ключевым движителем, как бы был, были Соединенные Штаты как государство. Но выстраивание государственной политики, внешнеполитической деятельности, использование страновых механизмов – это все шло под контролем глобальной элиты. Она организовывала все эти процессы. А страновая элита получала только одни постоянно плюшки от того, что то удалось, другое удалось. Ух, как легко! Мы вот это сделали, здесь надавили, и все получилось. Здесь мы вот надавили, и у нас опять все получилось. А вот страновые элиты других стран, они были вынуждены вертеться. С одной стороны, на них давят глобальные элиты, с другой стороны, давят элита, страновая элита Соединенных Штатов, и страновые элиты собственных стран для защиты собственных интересов должны были маневрировать. И у них достаточно как бы управленческий опыт, управленческие способности выше, как бы там кто ни думал. У нас наоборот почему-то думают. Вот в этом отношении управленческие способности страновой элиты России, даже россионской, проамериканской, выше, нежели управленческие способности американской страновой элиты. Вот это надо иметь в виду. Только, вот знаете, есть такое, когда более сильный боец встречается с менее сильным бойцом, но если он проиграл психологически перед боем, он проигрывает сам бой. Так вот и все эти страновые элиты, они под давлением, не понимая, как происходит управление глобальной политикой, они проигрывают, и они думают, так скажем, высокого мнения о возможности страновой элиты Соединенных Штатов. А страновая элита Соединенных Штатов-то вообще о себе запредельно высокого мнения. Они привыкли жить вот в этом разнеженном, в самоспокоенном положении, а теперь их заставляют управлять страной и отстаивать свои интересы. Они ничего не умеют. Они не крутились, как, например, элита Германии, элита Франции, элита России, не крутились в защите своих страновых интересов. И поэтому их разводят просто на мекине. И поэтому они вполне могли воздействовать на Блаттера, их могли подвинуть, чтобы они воздействовали на Блаттера, доказав, типа, вот вы сейчас Блаттера уберете, да, и в результате у вас будет все хорошо. А на самом деле у них, в общем-то, эффект обезьяньи лапы при каждом. То есть, когда получаемый эффект ниже совокупного ущерба, получаемого при этом. И поэтому отставка Блаттера есть, но в результате напряжены все страновые элиты, все в одном стремлении оказать сопротивление Соединенным Штатам и выстроить за это время ту систему управления, которая бы смогла противодействовать Соединенным Штатам. И поэтому, если Соединенные Штаты оказали давление на Блаттера, и дебилы, но если они сделали заявление о том, что они не участвовали в том, что они оказывали давление на Блаттера, чтобы он ушел, они дебилы еще больше, им молчать нужно было и маневрировать другим способом. Поэтому я думаю, что если они не сделали это заявление, то это сделал глобальный предиктор за них, чтобы подставить еще раз. Поэтому опускание Соединенных Штатов идет по полной программе.